Детский садик Детский сад мечты появился на улице Липовая, к несказанной радости жителей микрорайона. За последние годы здесь ввели в строй несколько высоток. Нагрузка на ближайшие сады стала непосильной. Новое дошкольное учреждение было просто необходимо. Построенный сад рассчитан на 300 малышей. 100 мест, то есть весь первый этаж, предусмотрели для деток ясельного возраста. Кстати, именно они первыми и начнут обживать новое здание. Более старшие дети уже ходят в детский сад. А этот возраст очень востребованный. И вот пока они у нас находятся дома, мы приняли решение в интересах родителей, чтобы принять сначала детей маленького возраста. Детский сад на Липовой полностью готов к открытию. Завершены ремонтные и отделочные работы. Закончен монтаж оборудования. Сформирован штат. В ближайшее время учреждение распахнет двери для маленьких посетителей. В настоящий момент детский сад в 14-м б микрорайоне проходит процедуру лицензирования. Мы сейчас получили заключение Роспотребнадзора. Госпожнадзора получаем. Как только эти разрешения будут получены, документы будут поданы в Министерство образования. Со дня на день ждем завершения всех этих процессов. И очень надеемся, что в декабре мы получим лицензию. И с января, как только закончатся новогодние праздники, детский сад будет рад принять новых воспитанников в свои новые стены. Новоселье у оренбургских дошколят на этом не закончится. В скором времени в городе будут открыты еще пять детских садиков. Мы сейчас вошли в программу. В 2020-2021-2022 годы мы ведем в эксплуатацию еще пять детских садов. То есть вот этот и плюс еще пять. Один из них в эксплуатацию будет введен буквально, может быть, недели через полторы. Это в 16-м б микрорайоне. И четыре в последующие два года. 1490 мест мы новых откроем. И полностью, полностью закроем вопрос по дошкольному образованию. Улица имени героя Советского Союза Николая Андреевича Рощина. В Оренбурге такая улица появилась в новом строящемся микрорайоне. Городской совет утвердил ходатайство коллектива производственного объединения «Стрела». На этом предприятии Николай Рощин уже после войны доблестно трудился более 50 лет. Сегодня в память о герое на улице его имени была торжественно открыта мемориальная доска. Сегодняшнее мероприятие – это не только в честь моего отца, героя Советского Союза, Рощина Николая Андреевича, но это дань памяти и уважения всем, кто защищал в эти тяжелейшие годы нашу общую родину, Советский Союз. В ноябре 1944 года в Венгрии гвардей-сержант Николай Рощин, командуя саперным взводом под шквальным вражеским огнем, обеспечил непрерывную переправу советских бойцов и командиров через реку Тисса. Это позволило организовать и развить наступление. За проявленное мужество и героизм он был представлен к награде. Еще при жизни, вспоминая о тех событиях и вообще о войне, он все больше говорил о товарищах, скромно оценивая свои заслуги. И с нашей части отправляли, ну, далеко-то на задания. Задания были всякие, некоторые приходили, а некоторые не приходили. Вот. И я завидовал. Я в строю стоял тогда. Кому вручали медали и ордена за то, что их посылали, и они выполнили. Я даже завидовал. А потом вдруг так пришлось и мне. Он был настоящим хрестоматийным десантником, скромным и мужественным. Он был замечательным примером для новых поколений, говорят его братья по крылатой пехоте. Офицеры 13-й воздушно-десантной бригады очень давно знали Николая Андреевича Рощина, сколько он провел уроков мужества, сколько детей прошло по его урокам мужества. Хочу привести один пример. Уже эти дети в чине капитана воевали в Чечне, в Сирии. И что хочу сказать Зоя Кузьминишна. Мы продолжаем путь, как вел Николай Андреевич, проводим уроки мужества и рассказываем про него. Мы всегда будем помнить, наши дети будут помнить и наши школьники. Право открыть мемориальную доску предоставили вдове героя Зои Кузьминишне Рощиной, которая сама является тружеником тыла. Совсем скоро, 19 декабря, ей исполняется 90 лет. Она поблагодарила собравшихся за память о тех людях, которые подарили нам мирное, свободное небо. Очень рады, конечно, такому. Спасибо, что вы не забыли. И меня не забываете. Тоже спасибо. Зайти в библиотеку, чтобы удивиться. Ровно год такую возможность оренбуржцам предоставляет Ямашевка, первая в городе модельная библиотека. После глобальной смены имиджа ее открыли в прошлом декабре, обновив визуально и содержательно на 9 миллионов рублей, федеральных и муниципальных. Читатели реагируют, заходя в библиотеку, говорят вау. До начала пандемии количество читателей увеличилось. Во время пандемии, когда уже разрешили библиотекам работать, библиотека не остановила свою работу. И читатели приходят, берут книги, читают и в читальном зале, и в абонементе, и работают с компьютером, и заходят на Литрес, и производят какие-то интересные проекты. То есть жизнь библиотеки кипит. Весь прошедший постремонтный год Ямашевка не только пользовалась обновками и прирастала читателями. Развитие продолжалось. В частности, библиотека значительно увеличила книжный фонд. Все книги красочные, все книги сказочные, но просто, знаете, наши дети часами могут выбирать книгу для чтения. Две тысячи книг приобрели здесь в нынешнем году на муниципальные средства. Город выделил миллион рублей на пополнение фонда Ямашевской библиотеки. Мы обновили русскую классическую литературу, именно школьную литературу. Они вот все книги, если взять на руки, все в прекрасном исполнении. На неделе глава Оренбурга оценил библиотеку нового формата. Богатый книжный фонд, современный интерьер, мультимедийные возможности. И еще больше утвердился во мнении городу необходимы такие культурные центры. Не один, а несколько. В следующем году Оренбург снова подаст заявку на участие в федеральном конкурсе «Модельная библиотека». В 2021 году мы войдем, скорее всего, еще на прямую часть и войдем на обновление трех библиотек в городе. Деньги мы предусмотрим. Мы проведем все предварительные анализы, проведем, если нужно капремонт, будем делать капремонт. И войдем в программы. И достаточно серьезно обновим книжный фонд. И приведем, соответственно, все залы, хобби. Вот красиво. Оренбург предложит на конкурс три библиотеки, но окончательное решение, сколько из них переформатировать в модельные, будет принято на федеральном уровне. Показательные выступления воспитанников Центра спортивной гимнастики и акробатики. На днях современному и развивающемуся Центру исполнилось два года. Это еще совсем юный возраст, и говорить о великих достижениях пока рано. Тем не менее, уникальное для нашего города сооружение позволило в разы увеличить возможности по приему детей в секции. Сейчас даже в условиях ограничений, связанных с пандемией, здесь занимаются около 500 человек ежедневно. Комплекс стал точкой развития спортивной гимнастики и акробатики в регионе. Сегодня пропаганда здорового образа жизни – это неотъемлемая часть воспитательного процесса еще, потому что нам нужно здоровое поколение. На сегодняшний момент у нас есть все для того, чтобы и достичь результатов, и просто есть дети, которые приходят не достигать результатов, а просто стать здоровыми. И это наша задача, в принципе, дать им это. Заниматься спортом сейчас действительно модно и здорово, что возможностей становится все больше. Ну а на день рождения ведь не ходят без подарков. Представители городской власти решили поздравить воспитанников центра большим тортом. Ребяткам хочу пожелать великих побед, чтобы вы побеждали, покоряли, чтобы Оренбург гремел благодаря вам на всей России и за ее пределами. Ну и, наверное, поздравлю тоже ваших родителей за вас. Детей талантливых, замечательных. Попробуйте все, наверное, наш сегодняшний подарок никак не испортит вашу фигуру с вашими нагрузками. Пожалуйста, сейчас, видите? Все, да? Тяжелый, тяжелый, совсем старым, совсем старым. Идем, помогай, держи, все. Спасибо.